Добрый вечер! Это 10-я серия проекта «Намедни» 1961-1991 «Наша эра». События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 70-й год, всесоюзная перепись населения, столетие со дня рождения Ленина, восточная политика Вилли Бранта, луноход, спортлото, шесть соток, белое солнце, пустыни, водолазки, автомобиль, ГАЗ-24. Комментаторы. Сценарист и актриса Рената Литвинова. Писатель Анатолий Стреляный. В 70-м году Ленинской премией канонизирована постановка балета «Спартак», осуществленная в Большом театре Юрием Григоровичем. До этого творения Арама Хачатуряна ставили и в Большом, и в Кировском, но только третья попытка превращает «Спартак» в самый популярный советский балет. Прыбучий-летучий Владимир Васильев «Спартак» и технично-аристократичный Марис Лиепа «Крас». Впервые в балете в центре внимания не балерина, а танцор. «Спартак» – мужской балет. Впервые в балете добро и зло сражаются на равных. Хороший «Спартак» и плохой «Крас» танцуют сопоставимые по выразительности и виртуозности хореографические партии. Впервые в балете исполнитель отрицательной роли имеет такой огромный успех. «Крас» становится лучшей партией Мариса Лиепы. «Спартак» остается лучшей постановкой Юрия Григоровича. 15 января 70-го года в стране в четвертый раз в 20-м веке проходит всеобщая перепись населения. До этого в 13-м, 39-м и 59-м годах. По результатам всесоюзной переписи населения в СССР проживает 247 миллионов 100 тысяч человек. Мы третьи в мире после Китая и Индии. Во всей стране прошла всесоюзная перепись населения. Более полумиллиона счетчиков участвовали в проведении этой важной государственной кампании. Перепись показывает общий рост населения в стране за 20 лет 15%. В России 10, в Беларуси 11, на Украине 12, во всех республиках Средней Азии и Казахстане свыше 40%. В городах проживает теперь 56% населения, средняя продолжительность жизни 70 лет. Страна в целом стареет. Ощутим демографический спад. 9 февраля 70-го года секретариат правления Союза писателей СССР принимает решение о переменах в руководстве журнала «Новый мир». Из 13 членов редколлегии удаляют 7. Александра Твардовского на посту главного редактора сменяет Валерий Косолапов. Крупнейшая акция по закручиванию гаек в идейно-художественной сфере. Артиллерийская подготовка, предшествовавшая разгрому самого либерального журнала. Письмо 11 литераторов в огоньке, против чего выступает «Новый мир». Редакция обвинялась в очернении действительности и скептическом отношении к социально-моральным ценностям советского общества. Коллеги по Перу выступают и в других изданиях. Газета «Социалистическая индустрия» печатает подборки писем рабочих, недовольных линией «Нового мира». Из критики делают оргвыводы. Твардовский, протестуя против исключения из редколлегии своих единомышленников, пишет письмо Брежневу. Не дождавшись ответа, подает в отставку с поста главного редактора. В 70-м году страна читает опубликованную в последнем номере журнала «Новый мир» за 69-й год первую московскую повесть Юрия Трифонова «Обмен». Одну за другой Трифонов напишет их целый цикл. Предварительные итоги – «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной». Вслед за деревенской прозой явилась городская. Трифонов увидел героя в зеркале прихожей и зафиксировал все оттенки серого. Безликие персонажи с фамилиями вместо имен из безликих НИИ и КБ. Наука уже давно производительная сила, интеллигентность, ремесло, творчество, средства заработка. В деревне жизнь регулируется природой, а в городе – рынком, то есть обменом. Людей, живущих обменом, теперь миллионы и миллионы. То ли новые понаехали, то ли дети повырастали. Медаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. Отмечается определенное приблизительно 2500-летие Самарканда. Мавзолей «Гур Эмир» и ансамбль «Шахи Зинда» – визитная карточка нашей Средней Азии. Как большой народный праздник отметил Самарканд свой славный юбилей. Древняя Мараканда – столица государства Тимуридов, первая столица советского Узбекистана. Самарканд получает титул самого древнего города на территории СССР. В юбилейные дни здесь состоялось открытие памятника Улукбеку – великому ученому древности. На общем собрании труппы Московского художественного академического театра «МХАТ СССР» имени Горького министр культуры СССР Фурцева представила нового главного режиссера Олега Ефремова. Главный драмтеатр страны давно распространяет свои билеты с трудом. Идея реанимации «МХАТа» исходит снизу от мхатовских стариков – Тарасовой, Грибова, Масальского, Яншина. Театру требуется молодой энергичный худрук с опытом работы и не совсем со стороны. Олег Ефремов – выученник школы-студии «МХАТ», полагающий свой театр «Современник» малым «МХАТом» – самая подходящая, зарекомендовавшая себя кандидатура. Первая постановка – Дульсинея Табовская. Ефремов жизнерадостно и с намеками играет Дон Кихота. Назначение Ефремова во МХАТ – одно из самых значительных решений самого долгого министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой. К 70-му году 10 лет она находится на этом посту. В Минкультсоюза Фурцеву разжаловали из членов Политбюро секретарей ЦК. Новая сфера деятельности была незнакомой, но Фурцева полюбила советскую культуру всей душой. Министр Маложава одевается у лучших портних. Временами невежественная, временами наивная, временами либеральная и почти всегда искренняя Фурцева чаще выступает в амплуа завуча. Может из школы исключить, может с уроков отпустить. В ней чувствуется сила. Ее называют Екатериной Великой. К столетию со дня рождения Ленина страна готовится два года. Еще в 68-м году вышло соответствующее постановление ЦК. Размах юбилейных торжеств превосходит масштабы празднования 50-летия октября. К юбилею открывается мемориальный комплекс в Ульяновске. Огромный филиал Центрального музея Ленина укрывает собой дом, в котором Ленин родился и прожил свои первые пять лет. В мемориальную зону также вошли бывшая симбирская гимназия, ныне средняя школа номер один, новый корпус пединститута имени Ильи Николаевича Ульянова с памятником Ульянову отцу, гостиница «Венец», памятная аллея Столип, Дубков и Кленов, памятник Марии Александровне Ульяновой с маленьким Володей и площадь имени Столетия Ленина. В центре площади бассейн, за мозаику на дне которого скульптор Зураб Церетели получил свою первую высокую награду – Государственную премию СССР. Но главным мемориальным местом все равно остался симбирский дом Ульяновых на улице Московской, где Ленин жил, будучи гимназистом. Образец жилья российского провинциального верхнего среднего класса. В доме 10 комнат, две веранды, во дворе флигель, каретный сарай, дровяной сарай, прочие хозяйственные постройки. Площадка для каракета – главная детская забава последней четверти XIX века. За ней сад. Даже при этих бытовых подробностях трудно было поверить, что сто лет назад родился человек. Юбилейная дата выглядела концом истории. Такая круглая цифра, так празднуем. Это ведь предельное достижение. Дальше ничего быть не может. Казалось, Ленину никогда не исполнится 101 года. Другой мемориал открылся в селе Шушенском Красноярского края. Шесть гектаров вокруг дома крестьянина Зырянова, в котором Ленин прожил 14 месяцев в ссылке. Взяты под охрану мемориальные места Песчаная гора, Журавлиная горка, Сосновый бор, Березовая роща и озеро Перова. 21 апреля праздник завершился торжественным заседанием в Кремлевском дворце съездов. Речь произнес Леонид Брежнев. Открывая заседание, Николай Подгорный сказал, «То, что совершил за свою светлую жизнь Ленин, это, товарищи, не на сто лет. Это на века и тысячелетия». Раскает нас ветер весенний, прозрачная тучка плывет. Мы слышим от всех имели, и Ленин между нами живет. Ленинскими называют субботники, неоплачиваемые рабочие дни в выходные. В 19-м году на первом субботнике рабочее депо Москва-Сортировочное отремонтировали паровоз. Их безвозмездный труд Ленин назвал великим почином. Юбилей дает новый импульс старой инициативе. С утра из репродукторов неслась духоподъемная музыка. Две главных формы проведения субботника на рабочем месте и по благоустройству территории. Выпуск сверхплановой продукции или уборка весеннего мусора. В учреждениях мыли окна. Субботник отчасти напоминал пикник на газоне. Все приходили одетыми по походному, прихватывали с собой провизию, а после нетяжелого труда выпивали-закусывали. 70-й. Начало восточной политики ФРГ. Лидер социал-демократов, новый федеральный канцлер Вилли Брант договаривается с соседями по-хорошему и становится пионером европейской разрядки. Бывший бургомистр западного Берлина Вилли Брант лучше всех из бонских политиков чувствовал необходимость нового взгляда на восток. Брант проводит немыслимые прежде встречи с премьер-министром ГДР Вилли Штофом и предлагает концепцию особых отношений в рамках единой немецкой нации. Брант подписывает с СССР и Польшей договоры о нерушимости послевоенных границ и отказе от применения силы. Споры о послевоенной карте Европы разрешаются в пользу существующего порядка вещей. Затем последуют договоры с ГДР и Чехословакией. В моде парики. В стране ощутимо прибавляется блондинок, несколько меньшее пополнение – ушатенок. Парики, естественно, появляются из-за границы, привозимые моряками. Теперь прическа снимается на ночь, может легко стираться и сушиться на трехлитровой банке. Женщины могут ходить зимой без шапки. СССР был в целом страной плохих парикмахерских. В них все время применялись знакомства, запись заранее, хлопоты, волнения. И появление в моде париков было как никогда кстати. Женщина с утра могла одеть его, направить букли в нужном направлении, чуть-чуть прихлопнуть и быть просто потрясающей. В страну их ввозили целыми партиями спекулянты. Потом они появились и в магазинах, но правда стоили очень дорого. И в 70-х годах парики – это были просто готовые прически для большинства горожанок тогдашнего среднего класса. К 25-летию Победы выходят два первых фильма киноэпопеи «Освобождение». Режиссер Юрий Озеров в содружестве с писателями Юрием Бондаревым и Оскаром Кургановым создал подвижную диораму с участием двух военных округов, сотен танков, с помогательными войсками пяти держав, со сложной пиротехникой и гримом исторических лиц. В освобождении впервые вводятся движущиеся стрелки на картах военных действий и панорамные съемки с воздуха танковых атак. Критика еще не называет это «войной с птичьего полета». Впервые со времен разоблачения культа на экране вновь появляется Сталин. Что скажет, Жуков? Жуков на художественном экране вообще впервые. Здесь и далее его бессменно будет играть Михаил Ульянов. Бессменным Гитлером отечественного кинематографа станет Фридс Диц, ГДР. С разной степенью портретного сходства на экране всего действовало 50 реальных исторических персонажей. Дабы в них не запутаться, давались субтитры, фамилия и должность. Война, как полагается в праздник, выглядела мощно и величаво. Бронебойным огонь! Частную сюжетную линию в фильме в основном вел Николай Алялин, исполнитель роли комбата Цветаева. Не выдержали славяне! Эх, бродяги! Стой! Расстреляю первого назад! Собрав 50 миллионов зрителей, два первых фильма эпопеи «Освобождение» станут рекордсменами проката 1971 года. В 1970 году начинается выпуск фотоаппарата «Смена-8М» главного инструмента начинающих фотолюбителей, коих в стране миллионы. Циферкам выдержки и резкости соответствуют значки. Солнце в облаках, групповой портрет. Новый стандарт доступности. Самый массовый фотоаппарат стоит 15 рублей. «Смен-8М» выпускается в год до 1 миллиона штук. И герархия выстроилась. На другом полюсе отечественной любительской фототехники – полупрофессиональный «Зенит-Е». Подешевле с объективом «Индустар» и подороже с объективом «Гелиос». В те дни Никита Сергеевич – секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. На международном конкурсе исполнителей имени Чайковского часто подчеркивают – это не состязание отдельных дарований, а соревнование национальных школ. Проходящий в 70-м четвертый конкурс имени Чайковского разом выводит на большую дорогу почти все новое поколение советских исполнителей. Советские победители. Виолончель, первая премия – Давид Герингас. Фортепьяно, первая премия – Владимир Крайнев. «Скрипка» – Гидон Краймер, первый. Владимир Спиваков, второй. Лиана Исакадзе, третий. Певцы. Первые премии – Елена Образцова. Тамара Синявская. Николай Огренич, Евгений Нестеренко. Вторая премия – Зураб Саткилава. Уже через год-другой это поколение будет определять музыкальную жизнь страны. Под девизом «Выигрывайте вы, выигрывает спорт» в 70-м году проводятся розыгрыши первых тиражей «Спортлото», принципиально новой для страны лотереи. Из 49 видов спорта выбрать 6, угадав как минимум 3. Угадавший все 6, получал 10 тысяч рублей. Самый крупный выигрыш в тогдашнем СССР. Главное новшество – обеспечившее успех «Спортлото». Купивший билет своей рукой зачеркивал клеточки, становясь творцом удачи. Теперь верящий в счастливый случай гражданин не зависел от того, какой серии билеты продаются в сберкассе по соседству. Находятся любители анализировать статистику, выявляя преимущественные шансы водного пола во втором майском розыгрыше. Вскоре вводится «Спортлото-2» – 5 из 36. Станция «Луна-17» доставляет на Луну аппарат «Луноход-1». Слово образования в духе первых послереволюционных лет. «Луноход» еще называют «лунным трактором». «Луноход-1» исследует различные свойства лунной поверхности, сообщая о своих открытиях на Землю. Это наша лунная программа. Мол, от долговременного аппарата на Луне куда больше пользы, чем от космонавтов, которые там побудут часок-другой, и все. Планировалось, что «Луноход» проработает на Луне 3 месяца. Он проработал 10,5 месяцев, обследовав территорию в 80 тысяч квадратных километров, а потом еще жил в почтовых марках, игрушках, сувенирах, как прозвище «милицейских патрульных машин» и название «вездеходных ботинок». В Ленинском юбилейном году, в период подготовки к 24-му съезду КПСС, наши ученые, конструкторы, инженеры, техники и рабочие осуществили новый выдающийся эксперимент. Фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Лучший истерн про гражданскую войну, самая талантливая кинореабилитация белого офицерства и рекордсмен по числу фраз ушедших в народ. «Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем, кроме как об вас, единственная и незабвенная Катерина Матвеевна». Ты как здесь оказался? Стреляли? Ты что? Это товарищ Сухов. Читай. Открой личко, а. Ты не думай, я не какой-нибудь. Если что, я и по-серьезному. Павлины, говоришь? Хе! Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Восток, дело тонкое. Аристарк, договорись с таможней. Ваше благородие, госпожа, удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? После песни Исаака Шварца на стихе Булата Акуджавы и само понятие благородства связывается только с царскими офицерами. Георгиевский кавалер Верещагин произносит ключевую фразу фильма. Я мзду не беру. Меня за державу обидно. Одновременно выходит сериал «Адъютант его превосходительства» про то, как белый штаб живет по кодексу офицерской чести. Павел Андреевич. Да. Вы шпион? Гимн портупеям. «Адъютант его превосходительства» получает государственную премию СССР. Реабилитируются все знаменитые покойные эмигранты. Выходит монография, посвященная шахматному чемпиону Александру Алехину. В конце 60-х, в начале 70-х выходят 9 томов собрания сочинений Ивана Бунина. Туда не включены только явно антисоветские произведения, вроде дневника «Окаянные дни». Городской фольклор восстанавливает пробел песней про поручика Голицына и Корнета Боленского. А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. Белогвардейская фронта входит в моду. Теперь слово «Россия» можно произносить без прибавления «советская». С комом в горле, со слезами в глазах, с позывом выпить стоя и до дна. Уход к белым и последующая эмиграция теперь официально именуются не изменой, а трагической ошибкой. Те, кто прежде считались сорной травой, вырванной с корнем мозолистой рукой пролетарской революции, на рубеже 60-х-70-х оказываются тонким колоском. В фильме «Новые приключения неуловимых мстителей» «Белый офицер» поет главную песню о родине. Музыка Яна Фрэнкеля, слова Инны Гофф «Русское поле». Не сравняться с тобой, ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер в висок. Здесь отчизна моя, и скажу, не таят. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. В то время, как охотники заряжали лужья. Садово-огородные товарищества, в основном по ведомственно-отраслевому принципу, утвердились в форме 0,06 гектара земли и домика-конурки на ней. Шесть соток – это не дачи. Дачи – большой участок, большой дом. Давали прежде большим людям, дают и теперь, и тоже не всем. Шесть соток – это дачки. Обычно в ближайшем пригороде. Сперва были огороды без права постройки чего-либо, потом разрешили ставить будочку для хранения инвентаря, потом неотапливаемые домишко. Дилетанты, получившие шесть соток, на пяти сотках играют в сельское хозяйство, на одной сотке играют в капитальное строительство, и то, и другое у них получается лучше, чем у профессионалов в соседнем колхозе или совхозе. Ценный опыт друг у друга перенимается быстро, страну облетает передовая инициатива. Под яблоней, вокруг стволов, подсеивать морковку, чтобы место не пропадало. В селяне свои личные подсобные хозяйства ведут обычно с традиционной деревенской косностью – картошка и несколько овощей. Горожане фрукты, ягоды, соки за баловство не считают, они двигают на север, немыслимые здесь прежде культуры. Вне черноземья начинают плодоносить вишня, слива, палыча. Все обзаводятся парниками, и теперь с самой ранней весны миллионы городских подоконников заставлены рассадой. Выше всего ценятся помидоры сорта «Виноградный». Кругленькие, вот такие мелкие. Гордость дачника – витамины считай, весь год едим свои. Долгое время ограничивали площадь домика, где 16, где 25 квадратными метрами. Ограничивали его высоту. Второй этаж нельзя. Дачники достраивают просторные чердаки. Ограничивают и число фруктовых деревьев. Регламентируют правила освоения участка, где должен быть домик, где хозблок, где кусты. Много лет земельные участки разрешались только сельским жителям. Это было не по-ленински. Это была уступка собственнической природе сельского человека, мужика. И советская власть таким образом признавала, что колхоз не в состоянии накормить самих колхозников. Теперь, когда разрешили иметь по 6 соток горожанам, это было признание того, что колхоз не в состоянии накормить и горожан. Люди с беспримерным пылом набросились на эти свои 6 соток. Страшным дефицитом сразу стали крышечки для банок, в которых консервировали фрукты, овощи. Сердца правоверных коммунистов при виде этих новых кулаков, куркулей обливались кровью. Эти люди красные, люди понимали, что это с виду легкий, но страшный удар по социализму. И это действительно так, потому что человек после рабочего дня, после рабочей недели переносился не просто за город, он переносился из социализма в капитализм. И многие вполне отдавали себе в этом отчет. Был просто комитет по радиовещанию и телевидению при Совмине. Стал Госкомитет Совмина по телевидению и радиовещанию. Так телевидение у нас стало главнее радио. Страна на скорости приближается к показателю на 100 семей 100 телевизоров. При отсутствии индустрии зрелищ, при слабости коммуникации и малой доступности за границей, при долгой зиме, телевизор, газета в картинках, храм, клуб, концертный зал, главное окно в мир. Новое универсальное украшение помещений – чеканка. Грузинские и прибалтийские художники-металисты работают с медью, латунью, алюминием и кровельным железом. Готовые изделия прокаливают паяльной лампой для придания темного налета старинности. Теперь повсюду висят рябые металлические пластины с изображением женщин, стариков и детей. Женщины с формами обозначают красоту, старики имеют иконописные лики, дети – специализация Латвии, маркировка санузла, у кого раздельный – девочка моется, мальчик мочится. Из частных квартир чеканка перебирается в здание общественного назначения. В бурый металл одеваются министерства, рестораны, станции метро, гостиницы. Нобелевскую премию по литературе в 70-м году присуждают Александру Солженицыну. К этому времени недавний соискатель Ленинской премии в СССР уже глухонепечатаемый автор. На Западе выходит раковый корпус, в круге первом пир победителей. Архипелаг ГУЛАГ еще не опубликован. Солженицына спешно исключают из союза писателей. Советская печать квалифицирует присуждение Нобелевской премии как политическую провокацию. В критике нельзя переусердствовать. Всего пять лет назад Нобелевскую премию правильно давали Шолохову. Солженицын решает в Стокгольм непременно ехать. Власти выезду не препятствуют и становится ясно, что назад не пустят. Солженицын от поездки отказывается. Присланную им обличительную речь на торжественном обеде зачитали с некоторыми купюрами. Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать диалог. 15 октября 70-го года самая громкая история угона самолетов тогдашней советской гражданской авиации. Во время рейса Ан-24 Сухуми-Батуми отец и сын Бразинскасы угрожая экипажу пистолетами потребовали посадки в Турции. Во время перестрелки были ранены командир корабля штурман и бортмеханик убита 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко. Самолет приземлился на турецкой территории. После инцидента советские аэропорты внутренних линий были оснащены металлоискателями. Отец и сын Бразинскасы отсидев небольшой срок в турецкой тюрьме эмигрировали в США. СССР долгое время добивался их выдачи, но безуспешно. Надежда Курченко была посмертно награждена орденом Красного Знамени. Новая телепередача «А ну-ка, девушки!» Она доказывает, что прекрасный пол не слаб, а силен. Во главе угла пропаганда профессии. За звание лучшей по профессии соревнуются телеграфистки и телефонистки, наладчицы и намотчицы. Первую свою танцевально-спортивную композицию показывает Тоня Павленко. Горлица поет. Нерешительно, но верно. Горлица это было. Правильно, два вала. Кроме того, девушка должна быть красивой, умной или хотя бы образованной, со вкусом одеваться, хорошо готовить, уметь танцевать что-то благородно несовременное. Предтеча конкурсов красоты. Финалисткам «А ну-ка, девушек!» Пишут письма женихи со всей страны. Новая забота модников. Достать повышенной облегаемости тонкий светерок с воротником-трубой, загибаемым вдвое. Из-за своего внешнего вида одежда получает название «водолазка». У мужчин, исключающий галстук «водолазки», становится либеральным заменителем сорочек. «Водолазки» ладно обхватывают и мужские, и женские фигуры. Цвета от белого до черного. Привозные почти сплошь, стопроцентная синтетика, а иначе такая модель быстро растянется. Достать новинку трудно. «Водолазки» носят деятели литературы и искусства, работники торговли и отделов международных связей. В догонку моде выпущены отечественные «водолазки», но их рукава оторочены, как мужское исподнее. В 70-м году в первый и последний раз лауреатом Ленинской премии становится певица, не выступающая с классическим репертуаром. Людмила Зыкина. Время зрелой славы. Начинавшая как бойкая исполнительница бытовых песен, Зыкина с годами становится величественной, величавой, поющей величальной песней. Съемка в повседневном платье на плотах близ Самары. Шедевр Фраткина и Ашанина «Течет Волга». Здесь мой причал И здесь мои друзья Все без чего На свете жить нельзя С далеких плёсов Звёзд в тишине Другой мальчишка Песня «Течет Волга» Песня «Течет Волга» Конца и края нет Среди хлебов белых Среди снегов белых Сечет моя Волга А мне 17 свет А мне 17 свет А мне 17 свет Горьковский автозавод Осваивает новую Волгу ГАЗ-24 Вместо ГАЗ-21 Волга – главная машина Как и река Единственный отечественный автомобиль Среднего класса Самый комфортабельный Из теоретически доступных Новая 24-ка Разгоняется до 140-145 километров Бросается в глаза форма кузова И дизайн Они выглядят совсем западными Волга – начальственная машина Для таких случаев Понятие «чёрная Волга» Волга же – такси, скорая помощь И недоступная мечта Простого автомобилиста В свободной продаже её нет Для покупки необходимо Специальное разрешение Чаще всего частные владельцы Волг Граждане, работавшие за границей И зажиточные Кавказцы Это был год 70-й Десятая серия проекта Намедни 1961-1991 Наша эра Следующая серия 71-й год Магазины самообслуживания Анджела Дэвис Жигули – самый массовый автомобиль Начало еврейской миграции в Израиль Кала Бильды Первые французские духи Студенческие строительные отряды До следующей серии И следующего года Счастливо 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 Счастливо